Игрик Антонов Сергеевич, водитель грузовика, член Рабочей Партии России. Игрик Антонов Сергеевич, водитель грузовика, член Рабочей Партии России. Игрик Антонов Сергеевич, водитель грузовика, член Рабочей Партии России. Это есть организация воспитательная, организация вовлечения, обучения. Это есть школа, школа управления, школа хозяйничания, школа коммунизма. Это совсем не обычного типа школа. Ибо мы имеем дело не с преподавателями и учениками, а мы имеем дело с некоторым чрезвычайно своеобразным сочетанием того, что осталось от капитализма и что не могло не остаться. И того, что выдвигают из своей среды революционные передовые отряды. Так сказать, революционный авангард пролетариата. И вот говорить о роли профсоюзов, не учитывая и этих истин, значит неизбежно прийти к ряду неправильностей. Вот такие слова я у него нашел. И также он упоминает, не имея такого фундамента, как профсоюз, нельзя осуществлять диктацуру. С профсоюзы резервуар государственной власти. Вот. И тут, значит, вот после слов от Владимира Ильича, есть, значит, такой материал, который вызвал у меня вопрос, вот в целом, значит, после прочтения. Вот я бы хотел, если это не отнимет у конференции, значит, время, может быть, он какой-то преждевременный, но он все-таки теоретически не бы оказался. Вот, значит, сейчас я его и смойду. Значит, к 5-й Всероссийской конференции профсоюзов. Тезисы доклада Розутака. И вот у него здесь несколько тезисов, там 16 тезисов. И вот в первом тезисе, значит, такие слова. Непосредственно после Октябрьской эволюции профессиональные союзы оказались почти единственными органами, которые наряду с проведением рабочего контроля могли и должны были взять на себя работу по организации и управлению производством. Ну и тезисы, они сводятся все вот к управлению производством. И вот здесь вот возникает вопрос. А если профсоюзы при первой фазе коммунизма, значит, ставят основной своей задачей, значит, организацию производства, то не лишаются они все-таки вот своей сущности борьбы, как бы вот в этой основной задаче. Потому что все-таки задача профсоюзов – это организация класса на борьбу за свои интересы. И в том числе и задача партии, значит, изучение, поиск экономических интересов организации, внесение их в класс, значит, и организацию класса на борьбу за его экономические интересы. А вот почему я еще хочу уточнить этот вопрос? Потому что если, значит, профсоюзы начинают, как бы сказать, поголовно заниматься, я не хочу сказать, что эта задача, значит, не должна решаться, но не теряют ли вот как профсоюзы, как таковую свою форму, да, если они представляются, так скажем, в государственной, в такую государственную форму по управлению экономикой? Не получается ли так, что тогда, значит, это уже, значит, лишается вот этой, так скажем, вот этого духа школы коммунизма, то есть вот постоянное решение вот этих задач революционных, так сказать, которые в первой фазе коммунизма должны, как бы, быть, так скажем, резервуаром вот этих инициативных рабочих, которые могут, значит, поддерживать, так скажем, ну, если так можно сказать, своих вождей, да, в том числе Владимир Александрович приводил пример, как Иосиф Виссарионович, как организатор, значит, работал в профсоюзах с более сознательными рабочими. Ну, если эти сознательные рабочие занимаются исключительно хозяйством, да, даже социалистическим, то не лишаются ли они вот этой сноровки? И вот в чем вопрос, значит, может быть, теоретически как-то это понятна форма, да, или она уже как-то обсуждалась, но все-таки должна ли быть такая форма, которая будет, как сказать, какой-то силой противодействия, да, к, значит, вот тому, чтобы эти профсоюзы во время первой фазы коммунизма продолжали действовать как школа коммунизма. И вот, то есть у них оставалось то ядро, что является противоречием, которое не дает им, как бы сказать, превратиться в нечто спокойное и простое, и постоянно становлять, как бы, постоянно оставлять вот это возникновение, возникновение вот именно вот этой сознательности и, соответственно, борьбы против того, что можно, например, назвать как вот такой сорняк, который появился у нас в теории, который называется развитой социализм. Как против него вот бороться, если нет вот этой постоянной сноровки? Вот такой вопрос. Спасибо за внимание. Спасибо. Владимир Витальевич, я думаю, вопросы, конечно, нельзя оставлять без ответа, но давайте, во-первых, выступающие дальше могут свой вклад нести, но и в возвышении, я думаю, что мы вот такие ключевые вопросы, конечно, ответим. Спасибо. Что следующее? Пудрецов Владимир Михайлович, представитель Российского комитета рабочих Междемного и Днежгородской области. Владимир Витальевич, я, так сказать, хочу немножко просто напомнить или познакомить товарищей, которые, может быть, новые, что Владимир Михайлович, почему он представитель Российского комитета рабочих по Ниждемного и Днежгородской области. Владимир Михайлович Кудрявцев, значит, был работал на заводе «Электромаш», был в составе правкома и все время, так сказать, завод «Электромаш» и его постсоюзная организация отличалась тем, что даже находясь в составе ФНПР, она выступала все время, так сказать, очень по-боевому, проводила неоднократно забастовки. Владимир Михайлович был душой этих забастовок. Я не знаю, Владимир Михайлович, их дали возглавляли с тачком, но все время были с тачком и, по сути, так сказать, осуществляли партийную линию в этом стащенном комитете. Но Владимир Михайлович был одно время, значит, естественно, и соприседателем Российского комитета рабочих, но учредитель рабочей партии России, вот поэтому он у нас и представляет Российский комитет рабочих в нашей области, а теперь сегодня непосредственно завод не работает. Спасибо. Значит, ну, может быть, я не знаю, начать с вопроса, который вот был задан, надо ли профсоюзам заниматься хозяйственной деятельностью надо. Почему? Потому что рабочие, взяв власть, должны ее осуществлять. А если деньги им на осуществление будет выдавать какой-то дядя, это уже не осуществление. Осуществление, когда ты командуешь материальными ресурсами, вот участие в организации производства, управлении производством, это как раз задача на то, чтобы не стать бедными опять. А бедными опять стали. Почему? Как раз потому, что отодвинулись, никто не отодвигал, даже что удивительно-то. Вот на заводе проработал я, слава богу, немало лет. Если поначалу, так сказать, совет бригадиров, там профсоюзный комитет, приходили руководители, так сказать, советовались, там задачи какие-то обсуждались и так далее, то потом профсоюз от этого просто отодвинулся и стал какой-то, я не знаю даже как это назвать, но смысл такой. Собираясь с управком, задача, давай что-нибудь поделим. Автомобили, очередь на жилье, база, санаторий и так далее. О производстве ничего, о производстве разговаривали только когда делали коллективный договор. И то коллективный договор представляла администрация, профсоюзная организация этим не занималась. В общем, вот такая вот ситуация. И когда у нас поменялся общественный строй, когда контрреволюция, так сказать, в активную фазу вступила, профсоюзники растерялись. Они пришли, а делить нечего. Ну не дают же ничего. Приходят до заседания и начинаешь им объяснять, что у нас задачи вот такие, такие. Нам надо бороться там за сохранение даже денег заводских. Не понимают люди. Вот была такая ситуация. И очень тяжело это дело, так сказать, возводить в норму. Еще один момент, когда люди, когда профсоюзная организация участвует в организации производства. Тем самым мы поднимаем рабочих. Они участвуют в управлении производством. Они начинают ощущать себя не просто винтиками, так сказать, в производственном процессе, а людьми, которые этим процессом управляют. Это очень важно. Это очень важно для того, чтобы поднять, так сказать, их активность. Ну и психологическую составляющую тут никуда не денешь. Это очень важно. Человек не пригибается. Человек уверен, что он, да, он участвует, он решает вопросы для всех. Вот такие вот моменты. Теперь непосредственно по профсоюзному движению. Вот очень активно идет работа, здесь уже прозвучало, идет работа по заболачиванию профсоюзов. А заболачивание профсоюзов – это направлено на деградацию рабочего класса. И эти свободные профсоюзы, мы с ними встречались, сколько раз беседовали. Им совершенно неинтересна, так сказать, активность рабочих. Совершенно неинтересна их грамотность. Им главное – есть организация, подчиненная строго. Мало того, лучше всего, когда организация на предприятии, а руководители вне его. Вот это целое направление, которое очень активно развивали соцпроф, ну и так далее. Всех тут перечислять, наверное, смысла нет. Вот, то есть, вот у нас здесь, значит, соцпроф организовали профсоюз в оперном театре, оркестр. А руководитель, кто, Александр Владимирович? Нет, он не имел отношения. Он вообще к искусству никакого отношения не имел. И в театр вхож был постольку-поскольку, по билету. И на предприятиях. Значит, автомобилисты, автомобилисты, у них должность была организатор профсоюзного движения. Они имели конторы, занимались вот этим делом. Значит, опыт, вот мой личный опыт, говорит о том, что профсоюз имеет смысл и может быть организован, иметь направленность на развитие рабочих, на организацию их на борьбу, только в том случае, если организаторы находятся на предприятии, если они по своему социальному положению такие же, как, так сказать, работники завода. То есть, они работники завода. Это наиболее авторитетная, так сказать, группа людей. Ну, понятно, почему. Потому что это такие же работники, которые не боятся, вот сейчас это очень важный момент, которые не боятся отстаивать интересы коллектива. Сейчас это очень важно. Сейчас я замечаю, что народ начинает бояться что-либо говорить, а вдруг лишат сладкого. Там могут второго лишить, так и голодными остаться можно. Вот. Лучше уж помолчать. Ну и прививается система ценностей совершенно, на мой взгляд, неприличная для рабочего. Вот. И наша задача, задача рабочих активистов, профсоюзных активистов, людей, заинтересованных в развитии рабочего класса, вот этому всему просто противостоять. Еще один очень важный момент. Без... Надо довести до людей, чтобы без профсоюзных активистов доводить. Постоянно это. Постоянная работа. Что без организации ничего добиться нельзя. Можно добиться, там, грубо скажем, на полгода. Дальше поехали. Нет организации боевой, вот такой серьезной. Значит, и это во взаимодействии с другими бортсоюзными организациями. У нас есть пример докеров. Они здесь у нас были головными, они были ведущими. У них прекрасные колдоговора и так далее. Они перестали сюда ездить, сказали, мы сами с усами, мы без нас обойдемся. Не обошлись. Они деградируют. Вот. Они деградируют. Вот. А задача... Серьезного человека, который хочет реально добиться что-то в этой жизни, это работа по созданию профсоюзных организаций, которые будут направлены на развитие рабочего класса, на подготовку его к управлению государством. А государством управлять без управления предприятием нельзя. Спасибо. Спасибо, Валерий Михайлович. Кто еще хочет выступить? Дмитрий Юрьевич Шилов, Санкт-Петербург, Ленинград, рабочий. Ну, вот Карл Маркс говорил, что если профессиональные союзы необходимы для партизанской борьбы между капиталом и трудом, то они в еще большей степени важны как организованная сила для уничтожения самой системы наемного труда и власти капитала. Ну, все мы, в общем, понимаем, что профсоюз, основная его задача – это экономическая борьба. Но поскольку экономическая борьба является моментом классовой борьбы и все эти моменты связаны между собой, то нельзя это разрывать, да, и видеть только экономическую функцию профсоюзов. И рабочим, и, как вот правильно здесь говорили, что рабочие, как и члены партии, это вот такие вот связующие, особенно члены партии рабочие, это, значит, связующие такие звенья в рабочем движении, которые как раз вот и могут осуществлять связь, связь науки с массами. Так вот, как это часть классовой борьбы или момент этой классовой борьбы, начиная в капитализме, в капиталистическом обществе бороться, рабочие должны понять, что мы же сейчас при капитализме живем, что только в рамках экономической борьбы мы свои проблемы не решим. Но мы должны это понять на борьбе, на своей практике, что нужно идти дальше, нужно идти за рамки, значит, капиталистической формы и переходить, значит, вот к взятию власти в конечном итоге. Но для этого мы должны пройти эту школу, вот, школу управления, школу, значит, экономической борьбы, составление коллективных договоров, вот, выдвижение требований своих, осознание своих требований, что мы хотим, что мы хотим, оформление это, значит, вот в такую, значит, юридическую форму, вот, то есть, это процесс, вот, в котором мы должны научиться управлять государство. Мы знаем ошибки, то есть, наш опыт уже, наш исторический опыт обогащен ошибками, когда рабочие были отстранены от управления, и профсоюзы, в общем-то, играли тоже в этом свою роль, такую, ну, значит, беззубую такую роль, значит, и партия оторвалась от класса, от классов, от класса, от массы, вот, и к чему это привело, значит, в 36-м году это первое было, значит, это, ну, так, можно сказать, ошибка, наверное, но, в общем-то, как классно потеряли, значит, уже, вот, эту форму, вот, такую диктатуру пролетариата, как начали терять, то есть, вот, то, что, принцип производственный, вот, и дальше больше, а, как, когда прихрущают, так вообще, значит, вот эти, значит, уже, не только, как бы, приводной ремень, да, а и уже и двигатель, как бы, этой машины, как вот, Генн говорил это самое, что приводные ремни, да, что это, ну, профсоюзы, это приводной ремень, да, от партии к массе, вот, и, ну, если, если партия уже, значит, ну, перестала, как бы, осуществлять диктатуру, ну, хочется сказать, а где были, а где были профсоюзы, да, в то время же, ну, то есть, вот, то есть, как бы, вся эта машина стала, как-то работать в противоположном направлении, ну, вот, ну, в общем-то, ну, Ленин критиковал, вот, Троцкого, значит, и товарищи, которые считали, что, значит, вот, при, ну, антагонистических классов уже нету, да, и вроде как уже не с кем, ну, некого защищать, да, вот, профсоюзом, на что был, Ленин считал, что партия, ну, то есть, борьба приобретает другие формы, другие формы, вот, против традиций старого общества, против бюрократизма, и никуда это не девается, в общем-то, это, а наоборот, в общем, такую опасность представляет, вот, который надо бороться вот такими методами. Класс-то не уничтожено же еще после взятия власти, только, в общем-то, нету, вот, капиталистов, да, а другая борьба, в общем-то, не прекращается до полного уничтожения классов, и, в общем-то, поэтому это очень важно, сохранить этот вот дух борьбы, и, конечно, рабочий класс здесь является самым, самым передовым, самым заинтересованным в этой борьбе, в общем-то, вот, борьба на крупных предприятиях, это, вот, является очень важным, важным таким делом рабочего класса для, ну, и, да, сокращение рабочего дня, да, является тоже, как бы, корнем этой борьбы, вот, поскольку уничтожение классов, как между умственным трудом и физическим трудом, в этом больше всего заинтересованы рабочие, и он, рабочий класс должен эту борьбу не прекращать до полного уничтожения классов. Ну, в общем-то, наверное, все. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Лапшина Анатолий Никанорович, пожалуйста. Сами, товарищи, прозвучали и политические, и экономические подходы к тому вопросу, который у нас является предменом обсуждения. Ну, вот, что мне не понравилось у докладчика Александра Ильича, извините. Александр Ильич, вы все только говорили, что профсоюзы должны делать для партии. А вот что партия должна делать от профсоюза? Вот какой еще вопрос-то. Я помню, выступал, тут, правда, может, и Булка была, и вот говорили о Марсе, а почему никто не забывает Августа Бебеля? Почему-то все считают, что был один Маркс, и больше марксистов не было. А он что говорил? А партия должна, значит, отлавливать, что говорят, профсоюзы, требовать выполнения у властей. А это было еще, знаете, когда? В 19 веке. А мы сейчас что? Давайте, значит, мы вот партия, рабочая ли партия, значит, коммунистическая партия Российской Федерации, коммунисты ли там в России, или там в Справедливой России, вот вы профсоюзы, давайте будете приводными ремнями от нашей партии в массы. А возврат-то какой? Никакого. Теперь вот насчет приводных ремней. Вот здесь кто-то уже говорил, значит, насчет деления профсоюзов. И говорили, значит, о меньшевиках и эсерах. Вот был такой профсоюз, ВИГЖЕК, помните такой? И который действительно разделился. И был отделен профсоюз, извините, ну, стоящий на советской платформе. Так это ВИГЖЕК, именно приводной ремень от меньшевиков и эсерах в массы. В массы. То есть этот метод приводных ремней от партии к массам использует в том числе Единая Россия. И мы это должны тоже как-то учитывать в своей вот практической работе. Потому что от партии к массам, извините, проводные ремни до сих пор функционируют. Приводные ремни, конечно, это не на фабрике где-то, ну, там, на текстильных фабриках, где эти, значит, все ткацкие станки были присоединены к одному. Мы будем к двигателю, и одни приводные ремни, значит, все цеха, значит, были ими завешаны. Но, извините, это имеет место. И тогда стоит вопрос, Александр Владимирович, а как эти приводные ремни в Единая Россия обрезать? А рабочие ремни. Это такой сложный вопрос. Теоретически, кстати. Поскольку у нас вроде как научно-практическая конференция, теоретический вопрос. Насчет этого высказался. Теперь вот насчет хозяйствования, значит, управления. Но там еще есть элемент один. И школа коммунизма. И школа коммунизма. Конечно, значит, если, значит, те партии, которые стоят на марксистских, ну пусть даже не очень там марксистских платформах, я еще иду о справедни России, это самое, то, конечно, им, может, коммунизм и не нужен. Может, там социал-демократам не нужен. Но если, значит, мы говорим о школе коммунизма, мы должны сейчас еще раз думать, а какие элементы должны появиться, если, значит, нам удастся все-таки сменить направление развития нашего общества и какие-то элементы, значит, постановки на социалистические рельсы развития. И что здесь в данном случае должны делать профсоюзы и политические партии должны хотя бы, значит, говорить? А что вот в этом аспекте должны делать? Если вернуться, значит, в события столетней давности, ну, даже несколько больше, чем столетней давности на нашей Ивановской земле. Значит, вот товарищ выступал, говорил, а что вроде профсоюз взошлёт? Так все фабриканты сбежали, а вы что не знаете, что у нас, вот у нас есть такой деятель Минц? Не слышали о Минце? Он, значит, вместе с сыновьями, значит, это самое, миллиарды вывез в Лондон. Да, он уже в Лондоне. И другие, извините, олигархи, значит, и те, кто... И, кстати, и владельцы тех доков, которых здесь Владимир Михайлович, они тоже там окажутся. Тоже там окажутся и быстро окажутся. И тогда кто будет управлять предприятиями-то? Кто будет управлять-то? Политические партии, что ли? Политические партии – это единицы. Еще Маяковский, по-моему, писал там насчет единицы. У нас пока политические партии, конечно, они, может, там не единицы ноль, но вообще-то, говоря, это единицы. Они не в состоянии, извините, охватить одну седьмую часть земного шара. Поверьте мне, не в состоянии. Поэтому вопрос я тоже высказал. Теперь насчет Троцкого. Вот все-таки здесь надо еще, если я опять к научности говорю, Александр Владимирович. Мне извините. Я про Троцкого вообще ничего не сказал? Нет, я к научности. А я сейчас перейду, значит, к Владимиру Михайловичу. Он тут у нас все время вещает истинных последних станций. Значит, возьмите, значит, Троцкого. Троцкий до революции где был? Жил и где работал? В североамериканских Соединенных Штатах. Там построение профсоюзов несколько другое. И если здесь говорят, говорили тут о 36-м году, в 36-м году или в 30-е годы, там профсоюзами руководили бандиты. Бандиты. Но руководя профсоюзами, они защищали своих рабочих. И семьи рабочих защищали. То есть, в данном случае рабочие, члены профсоюза нанимали откровенных бандитов на работу. Откровенных бандитов. То есть, в данном случае это, кстати, схема. Если мы, значит, посмотрим о запрете профсоюзов, если мне память не изменяет, и, может быть, и в ФРГ, ну, в старых профсоюзах, ну, в которых гитлеровский режим, по-моему, даже франкистских профсоюзов в Испании, там подходы, подходы. Там члены профсоюза нанимают. Они говорят, Владимир Михайлович, что обязательно должен этот был руководитель профсоюза, это самое в этом, как его, вариться вот в рабочем котле. То есть, профсоюзное движение, ну, вообще в мире, оно неоднородное. И подходы, извините, нельзя здесь говорить, делайте только так. Если, значит, нет возможности, как его, самим, что ли, решать вопросы, которые требуют решения, то можно пригласить кого-то, или, может, кто-то придет, как в свое время приходили, значит, самое, и развивали, значит, в данном случае поддерживали, будем говорить, рабочий класс. Я вот Александру Владимировичу переслал тут, значит, первую страничку брошюрки одного, будем говорить, профессора русского Ивана Христофоровича Озерова, который, наверное, 120 лет назад, может быть, чуть поменьше, написал брошюру «Фабкомы и коллективные договора». Почему мы считаем, что мы не найдем людей, которые сейчас, извините, могут быть привлечены для решения тех задач, которые стоят перед левым, будем говорить, спектром нашего большого общества? Так, это я тоже сказал, про Троцкого тоже сказал. Так. Да, кстати, про Сталина говорили. А вы знаете, откуда появилось словосочетание «Единая Россия»? Когда он работал в Баку, в Баку выпускалась газета «Единая Россия». Если кто не знает, вот я, так сказать, вам говорю. Сталина? Да, да, да. Сталина выпускала. Что? Нет. Газеты, наверное, выпускали монархистов. Ну, не важно. Ну, не важно. Ну, не важно. Теперь к событиям там 36-го года, я не знаю, значит, 36-й год. Ну, может, там какие-то телодвижения в 36-м году, но вот если говорить, значит, о наших событиях в Ивановской области, которые в то время объединял Ивановскую и Владимирскую область и близнеожащие областей, у нас, конечно, значит, вот эти события неправильной политики сращивания профсоюзов с государством, я даже немножко забыл, когда был ликвидирован Народный комиссариат труда, значит, привело к тому, что, значит, рабочие вышли, значит, просто вышли на улицы. Это в Вичуге, значит, в Тейкове был, из Тейкова поход на Иваново. В общем, и только, значит, на, кстати, Ивановских рабочих защищал Емельян Ярославский. А Сталин, значит, за это дело отчихвостил Емельяна Ярославского. Но эта политика была сменена тогда. То есть, вот когда вот эти элементы от государственного трения и сращивания профсоюзов с государством, вот 15 лет, что тут прошло, да, значит, я к чему веду разговор? Что даже если, значит, в дальнейшем какие-то у нас будут, конечно, уже, может, я человек старый, может, там молодежь это все будет делать, не надо никогда решать задачу от государственного трения профсоюзов. Это я глубоко убежден. Эта задача ничего хорошего не принесла. Конечно, то, что осталось в государственной, вот выплаты, что там выплачивают? Соцтраф, да, эти больничные, это 5-10. Это еще, может быть, можно там под каким-то вопросом, потому что больничные кассы, значит, до революции существовали, значит, это самое, для, в первую очередь, обеспечения рабочих. Профсоюзы были тогда запрещены, но больничные кассы, значит, рабы в то время стали, когда революция произошла, стали, так, ну, что ли, опорой для организации профсоюзных, ну, в данном случае я назвал ФАПКОМ и ЗАВКОМ, вот этих вот, будем говорить, организаций уже по всей России. И спасибо за внимание, будут вопросы, я постараюсь отмечать. Товарищи, еще раз здравствуйте. Артем Сергеевич Иванюн, город Электросталь, металлургический завод Электросталь. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и созданию вообще вот данного сборника, материалов к научно-практической конференции. Дело в том, что у меня такая мысль появилась, что неплохо было бы вообще со всеми этими изданиями познакомиться, и благодаря Василию Ивановичу Шишкареву мне удалось часть этих материалов получить. И, так сказать, свободное от работы время я это дело подсчитывал, какую-то часть перепечатывал, публиковал ВКонтакте, вот, товарищи знают, что мы распространяли вот эти статьи из этих сборников, на мой взгляд, самые такие мощные и нужные именно сегодня. Вот. Я думаю, что будет полезно эти сборники, надеюсь, товарищ Мазур нас смотрит сейчас, эти сборники вновь освежить и издать, может быть, каким-то томом, или, может быть, в электронном виде это дело сделать, потому что здесь за всю историю проведения этих научно-практических конференций конференций. Огромный класс полезной информации был издан. Я думаю, то, что еще и будет издан еще полезнее. Нам это дело нужно бы по-хорошему освежать и использовать в работе с трудовыми коллективами и с людьми, которые попали в тяжелую ситуацию у себя на производстве, когда работодатель, по большому счету, устраивает настоящий беспредел, а люди из-за того, что не знают, что делать, не знают, что делать, и доверяют тем, кто за деньги какие-то услуги оказывает, а потом оказывается, что и ничего не оказывает. В общем, люди оказываются обманутыми. Доклад, по которому я хотел бы рассказать, он называется «Почему профсоюз? Школа коммунизма». И, конечно, наши научные консультанты сегодня уже много рассказали, и я вот сидел и думал, по большому счету, мне, наверное, уже и нечего говорить, потому что все сказано. Но, с другой стороны, я хотел бы свой взгляд донести по этому вопросу. И начать хотелось бы с того, что вот, вообще-то, чтобы ответить на этот вопрос, почему профсоюз «Школа коммунизма», нужно хотя бы как-то понять, что такое профсоюз, а что такое коммунизм. У нас здесь есть люди, которые впервые вообще услышали несколько дней назад о том, что и конференция такая проводится, и Российский комитет рабочих существует, тоже долгое время проводится, и завтра мы будем на нем докладывать. Что же такое профсоюз? Вот если перевести профсоюз на английский язык, то в переводчике, как существительное, это будет слово обозначать торговля, а вот как прилагательное – это профессиональный. То есть, с одной стороны, можно сказать, это профсоюз как профсоюз на английском языке, а с другой стороны – это объединение продавцов. А если это объединение продавцов, то нужно понять, а что же продают эти люди, которые приходят на работу. И люди эти продают, оказывается, свою рабочую силу. И вот профсоюз ставит своей задачей более выгодную продажу рабочей силы продавцов. И если мы почитаем историю, как боролись профсоюзы самые первые, то когда появились они только на свет, эти объединения продавцов, мы узнаем, что эти люди, рабочие, боролись за повышение заработной платы, за сокращение рабочего времени. А тогда мы знаем, рабочее время было не такое, как сейчас, узаконенное, там 40 часов в неделю, и многие из нас работают 8 часов. А тогда это достигало 11,5 часов и более. За улучшение условий труда, в общем-то говоря, профсоюзы изначально вели большую борьбу. И вот, как сегодня смотреть на этот вопрос, улучшение условий труда? Ведь если говорить о повышении зарплаты, нужно понимать, до какой суммы хотелось бы ее поднять, не только до этой суммы, но еще и выше. Но вообще-то в общении с своими коллегами, даже на заводе, обосновывая необходимость повышения заработной платы, нужно показать, почему мы требуем повышения зарплаты. Для этого нужно, как мы знаем, проводить расчет стоимости рабочей силы. Это сумма затрат на воспроизводство работника и членов его семьи. Из расчета, что трое детей, двое родителей, для того, чтобы у нас население в нашей стране воспроизводилось, а не вымирало. И сокращение рабочего времени. Вот сегодня эта тема вновь обрела свежесть, так скажем, в связи с тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю. И вот Александр Владимирович Золотов несколько видео на эту тему недавно публиковал с обоснованием того, что необходимо не упаковывать эти 40 часов в 4 дня, а наоборот таки вести борьбу за сокращение рабочего времени. Александр Владимирович, Михаил Анатольевич, не забывайте по поводу, который тоже не давал. Прошу прощения, Слава Владимирович, абсолютно право. И вот опять же, общаясь с работниками, на своем заводе приходится обосновывать переход на 6-часовой рабочий день и вообще сокращение рабочего времени тем, что нужно взять бухгалтерские отчетности предприятия, нужно рассчитать норму эксплуатации на данном предприятии, нужно посмотреть, сколько времени в рабочем дне рабочий вырабатывает свою заработную плату, а какое количество времени вырабатывает прибавочную стоимость, которую присваивает собственник средств производства. Нужно показать вот эту степень нормы эксплуатации. Для чего? Потому что, когда мы будем видеть эти расчеты, когда эти расчеты видят ваши коллеги, они понимают, что даже пускай на полчаса, но без ущерба для рентабельности, можно рабочее время сокращать и повышать заработную плату, тем самым уменьшая то время, за которое работник вырабатывает прибавочную стоимость, которую присваивает себе капиталист. Так вот, мы сейчас только что поняли, что для того, чтобы вести грамотную борьбу за свои интересы, нужно вообще-то иметь базовые знания. Нужно уметь рассчитать эту норму эксплуатации, нужно уметь посчитать эту простейшую математическую операцию, стоимость рабочей силы для каждого населенного пункта. И нам становится понятно, что необходимо обучение. Ну и, конечно же, подходим к коммунизму. Что значит коммунизм? Коммунизм значит общий. Рабочие на производстве, они вроде бы изначально и разрознены. Идет какая-то, может быть, конкурентная борьба за рабочее место. Кто-то старается кого-то в чем-то обогнать и так далее. Но, в конце концов, люди приходят на работу, на свои рабочие места, продавая свою рабочую силу. И общее между ними то, что они сюда пришли, продавая свою рабочую силу, раз. Во-вторых, они все заинтересованы в повышении заработной платы, это два. И в-третьих, в сокращении рабочего времени, три. Ну и, конечно же, не стоит забывать охрану труда и многие другие вещи, такие как средства индивидуальной защиты и так далее. То есть, общих интересов у них оказывается очень много. И только за эти общие интересы, за конкретные интересы, и можно объединить этот коллектив. Для того, чтобы эти общие интересы отстоять, в первую очередь, конечно же, разрабатывается проект коллективного договора. Сегодня проект коллективного договора может составить любой работник, обладая знаниями, конечно же, которые и несет ему партия рабочего класса, рабочая партия России. В этом проекте коллективного договора отображаются требования работников и по заработной плате, и по рабочему времени, и по отпускам, и по компенсациям, и по льготам, и по многим другим вещам. Для того, чтобы прогрессивный коллективный договор заключить, мы знаем, что коллективу необходимо организовать забастовку. Либо, если такая забастовка уже была организована, то работодатель в курсе, что коллектив боевой, и, в общем-то, лучше пойти ему на уступки, чем терпеть поражение экономическое. Потому что мы знаем, что, организуя забастовку, приостанавливается производство. А раз производство приостанавливается, то приостанавливается и получение прибыли работодателям. Поэтому мера приостановки работы, и по 142 статье Трудового кодекса сегодня, и прохождение всех вот этих процедур по коллективным трудовым спорам и организации забастовки, это единственная мера воздействия на работодателя и пробивание именно своих требований. Мне хотелось бы еще затронуть такую вещь, как вот, ну много же сегодня есть так называемых левых партий, направлений. Мы со многими в «Электростале», кстати говоря, и общаемся, и со многими у нас налажено сотрудничество, в том числе и по Ногинскому хлебокомбинату, который сегодня в тяжелейшем оказался положении. На этом этапе мы сотрудничаем, но на этапе дальнейшего развития в общении есть, конечно же, разногласия. И всем вам известны эти разногласия. То, что рабочая партия России, на мой взгляд, это сегодня единственная партия, которая занимается организацией рабочего класса. Для того, чтобы этот рабочий класс не просто поборолся за свои экономические какие-то 7-минутные выгоды, там чуть-чуть повысил зарплату, или сокращил рабочий день на полчаса, или там отпуск увеличил на неделю, а для того, чтобы он впоследствии потом смог взять власть. Ведь если сегодня взять и просто выкинуть руководство завода или буржуазист из страны, просто взять и закрыть, способен ли будет рабочий класс управлять этим государством? Нет. Я считаю, что не способен. У него не будет этих навыков управления, хозяйствования, о которых писал Владимир Ильич Ленин. Он не будет обучен заниматься этой работой. Так вот, мы знаем, что профсоюзы в борьбе за прогрессивные коллективные договора только в стачечной забастовочной борьбе добиваются успехов и продвижения своих требований. И мы знаем, что когда на предприятии образуются стачком, и когда эти стачкомы образуются на соседствующих предприятиях, тогда возможно создание совета. А совет, советы – это уже организационная форма диктатуры пролетариата. И партия рабочего класса, занимающаяся соединением научного социализма с рабочим движением, в данном случае важна, потому что профсоюзы без вот этих знаний, без умения просчитать стоимость рабочей силы, просчитать норму эксплуатации, понять, куда нужно двигаться рабочему классу. Профсоюзы без этого запутаются, на мой взгляд, и, как уже неоднократно это замечалось, из боевых профсоюзов превратятся в самые обычные, а может быть даже и в желтые. Поэтому за что же борется рабочий класс? И вот за зарплату, за повышение заработной платы, достоимости рабочей силы, за сокращение рабочего времени, сейчас наш лозунг до шести часов, за улучшение условий труда. А во многом сегодня и в Ногинске люди начали бороться за то, чтобы с ними были заключены трудовые договора. Да, завтра, я думаю, делегат из Ногинска доложит по этому вопросу. Даже сейчас вот такая проблема наблюдается в Ногинском хлебокомбинате. Поэтому, отвечая на вопрос, почему профсоюз – школа коммунизма, я думаю, что можно подвести итог, что только в профсоюзе рабочий класс учится взаимодействовать между собой. Не каждый там друг, каждый сам за себя, а именно в коллективе люди начинают обсуждать их дальнейшие цели, борьбы. Они, в конце концов, обучаются собираться и под протокол проводить собрание. Это тоже очень важно. То есть профсоюз – это организация, это обучение, это знание, это сплоченность коллектива. И только такие коллективы сплоченные, которые, как Александр Владимирович уже в начале данной конференции отметил, несгибаемые, непробиваемые, только такие смогут привести рабочий класс к власти и, скажу дальше, к уничтожению, эксплуатации, присвоение результатов труда одной группы людей, другой группы людей. Вот так я хотел бы закончить, товарищи. Спасибо. Товарищи, кто еще хочет выступить? Пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Максим Гордеевнен. Я член Рабочей партии России в Самаре. И хотел такую новость хорошую рассказать. В Самаре создан профсоюз на моем предприятии, на котором я работаю. Членами Рабочей партии России инициирован. И сейчас 34 члена за полтора месяца. Второй профсоюз на грани учреждения, тоже член Рабочей партии, у нас на своем предприятии собрал инициативную группу. Сейчас на данный момент 11 человек. Не успел провести учредительное собрание пока. И приехать, к сожалению, не успел. Ребенок заболел у него. Поэтому докладывать о его ситуации приходится мне. Поэтому подробно о том, как он организовывал своих ребят, как у меня на предприятии, наверное, на РКР будет время рассказать. Какие, скажем, шаги предпринимались. А вот, что касается именно темы нашей конференции, именно ленинского подхода к организации профсоюза, очень тонкие такие нюансы. Вот Артем тоже затронул, что... Я не могу сказать, что это левые или коммунистические партии. Я скажу, что это псевдо-левые партии, которые у них, перед ними стоит вот такая проблема. Как же организовать рабочих? Ну как же? Что же тут нужно сделать? Для них народ, это какое-то облако там, а они здесь. И вот они никак не могут понять, что же тут делать. И у меня сложилось такое впечатление, что это просто необразованность именно в ленинизме. Вот когда я начал учиться в Красном университете, когда начал смотреть лекции наших представителей Фонда Рабочая Академия на Университете рабочих корреспондентов, и каждый доклад, каждая лекция делали такой вот пазл, и складывались, складывались, складывались. И когда еще читал статьи Ленина, я в конце концов понял, что проблема организации рабочих вот этими псевдо-левыми, они на выдуманное. Ее на самом деле не существует. Получается, что нужно подойти и сказать. И если ты говоришь истинные вещи с точки зрения ленинизма и марксизма, то все получается. А если ты будешь говорить, что ребята проголосуйте за меня, я сделаю вам всем рай, а они сразу говорят, да иди ты, знаешь, мы таких как ты уже сотни-две видали, и слово тебе не верим, ни грамма. И вот получается влияние партии на профсоюзную работу. Я член партии, товарищ, который организовывает профсоюз, тоже член партии. И вот получается такая штука, что правильное образование помогает организации профсоюза. Именно ленинское образование, именно то, которое в Красном университете мы получаем. Партийная дисциплина. Вроде бы начал организовывать профсоюз. Вот сегодня ни одной беседы не провел, и я чувствую, что... А мне стыдно. А как это так? А я ни с одним человеком не поговорил, я никого не, скажем, не подтолкнул, я ничего не сделал по своим обязанностям. И вот эта вот ситуация, она не дает расслабиться. То есть партийная дисциплина очень сильно влияет. Не дает тянуть резину, не дает завалить это дело. Следующий вопрос. Твердость. Вот то, о чем тоже Александр Владимирович позвучало. Твердость в движении. Если бы я не был членом партии, я бы не знал направление движения. Через какой-то момент мои бы личные интересы, они бы меня начали уже подталкивать к тому, что тебе нужно не то, что вот для всех, а то, что нужно тебе лично. А вот как члену партии у меня такого не получается. Потому что я понимаю, что если я буду делать лично для себя, то я скомпрометирую, подставлю партию. Я не оправдаю доверие партии, которая заставляет, скажем, мою совесть заставляет двигаться в правильном направлении. Отсюда, на самом деле, именно от партийной позиции и политическая борьба профсоюзов будет зависеть. Если партии не будет, любой профсоюз, он остановится на том, чтобы сделать хорошо себе и не сделать следующего шага. Если партия есть, то следующий шаг будет обязательно. Потому что мы всем, каждому рабочему я объясняю, говорю, что, ребята, если мы вместе не объединимся, ничего не будет. А это действует и в размере всей страны в целом. То есть, если мы всей страны не объединимся, то ничего не будет. Последнее, что хотел сказать, очень интересно, по поводу, как обрезать приводные ремни ядра. Вы знаете, рабочие, вот на моем предприятии, они сейчас никому не верят. Абсолютно. И они начали со мной соглашаться, начали верить тому, что я говорю, когда почувствовали истинность тех слов, которые я до них наношу, истинность позиции. То есть, когда я говорю, ребята, вот взносы нам собирать не надо, они уже так начинают смотреть, а что, а почему. Мы не для кого-то собираем деньги, мы для нас делаем. Наша цель сделать лучше на своем предприятии. Вот это людей стало, скажем, подталкивать на то, что правильные коренные интересы практически завтра я вот расскажу, там получается из 40 бесед, которые я провел, там 34 человека согласились. Получается, что в общем, рабочие, пролетариат, они в общем-то за движение. Нет такого, что они вот принципиально, нет и все. То, что хотел рассказать, на этом все. Пожалуйста, есть еще желающие выступить? Тогда по вопросам мы потом спешим. Дорогие товарищи, разрешите я скажу пару слов на тему, которая поднималась в выступлениях наших товарищей, а именно содержание профсоюзной деятельности, целей и задачи профсоюзов в различные периоды развития и движения общества вообще и развития рабочего класса. Я думаю, что по вопросу о том, чем же занимается профсоюз, какие его цели и задачи в условиях капитализма, в условиях, когда имеет место диктатуры буржуазии, наши товарищи отлично этот вопрос уже раскрыли, и я позволю себе перейти к вопросу о том, а каковы же задачи и цели профсоюзов, это как раз то, о чем спрашивал Антон Сергеевич, в переходный период, как профсоюзы должны действовать, и самое главное, в период, в переходный период от капитализма к коммунизму и в период социализма, то есть, когда уже построен социализм, то есть, коммунизм в первой фазе, но для того, чтобы ответить на эти вопросы, я думаю, что нам нужно теоретически подойти к ним и разобрать, а что же происходит в политике и в экономике в указанные периоды. Переходный период, как мы все знаем, начинается с того, что рабочий класс политически берет власть и организует свою диктатуру. При этом, с точки зрения экономической, этот период переходный, он характеризуется многоукладностью в экономике. И существуют различные уклады, в частности, если нас больше всего, наверное, здесь может интересовать частнокапиталистический уклад и госкапиталистический уклад. Ну и понятно, что и в частнокапиталистическом, и в государственнокапиталистическом укладе деятельность профсоюзов абсолютно та же самая, которую профсоюзы вели в эпоху диктатуры буржуазии. То есть в этих производствах, которые либо частнокапиталистические, либо уже произошло обобществление, но чем государственнокапиталистический уклад отличается от социалистического, в том, что обобществление средств производства произошло, но они еще не работают по плану социалистическому, то есть они не подчинены цели социалистического производства. Ну и, соответственно, профсоюзы в этот период и на этих предприятиях должны выполнять абсолютно ту же самую функцию, которую они выполняли и ранее. Они должны бороться за улучшение условий труда рабочих, за повышение заработной платы, ну и, вообще говоря, за сокращение рабочего времени. Если оно не введено какими-то постановлениями, декретами, которые исходят от государства диктатуры пролетариатной. Теперь рассматриваем следующий период, который уже связан с тем, что построен коммунизм в первой фазе, то есть социализм. И здесь надо сказать, что я думаю, что здесь возникает некая сложность, связанная с тем, что до этого мы говорили, что профессиональные союзы ведут борьбу за лучшую, ну фактически лучшую продажу рабочей силы, коллективную продажу рабочей силы рабочим классам. А здесь получается, что когда социализм получает свое наличное бытие, когда он уже построен, то экономика становится не товарной. И вообще говоря, уже рабочий класс не продает свою рабочую силу. Но при этом давайте вспомним о том, что происходит с классами при социализме. Классы уничтожены, но не полностью. То есть социализм это бесклассовое общество с родинными пятнами, которые как раз связаны с тем, что классы уничтожены не полностью. Это различия между городом и деревней, различия между людьми физического и умственного труда. Эти классовые различия, которые не преодолены еще при социализме, они проявляются в чем? Они проявляются в бытии. И в первую очередь, вообще говоря, они проявляются в общественном бытии. Общественное бытие – это общественное производство, как мы помним. То есть все те родимые пятна, которые достаются социализму от капитализма, они проявляются непосредственно в производстве. Поэтому получается, что а нужно ли рабочим вести борьбу за улучшение условий труда в условиях социализма? Ну, конечно, нужно. Почему они мы эту борьбу не должны вести? Нужно ли трудящимся и рабочим вести борьбу и контролировать, какую часть общественного богатства уже при непосредственном распределении, при выдаче рабочих финансов, они получают? Нужно. Возникает вопрос, а как взаимодействуют профсоюзы с органами государственной власти? И тут я бы сказал, что я не согласен с тем, что должно происходить так называемое государствление профсоюзов. Профсоюзы продолжают свою деятельность на предприятиях. И, кстати говоря, здесь была такая высказана мысль, что профсоюз управляет производством. Я думаю, что эта мысль тоже не вполне верная. Потому что производством исторически, скажем, были созданы софтнархозы. И в СНХ, которые производили управление производством, но это не делают не профсоюзы. Профсоюзная деятельность по-прежнему заключается в том, чтобы бороться и отстаивать ближайшие интересы трудящихся на заводах и фабриках. И по-прежнему профсоюзы остаются в этом смысле школой коммунизма. Потому что даже если в условиях социализма трудящиеся не могут разобраться со своими ближайшими интересами, то идти в высшие органы власти, в Советы, в Верховные Советы, в Советы вообще, им возможно и рановато. Ну и заканчивая этот момент, я хотел бы вернуться к вопросу о взаимодействии Советов и партии с профсоюзами. И здесь я думаю, что нам нужно обратиться к Владимиру Ильичу и к следующему его высказыванию. Что если партия что-то делает, что-то должна изменить, то нужно идти к рабочим и разъяснить рабочим, почему делается то или иное действие. А если мы рабочим разъяснить это не можем, то есть они это почему-то не понимают, значит надо сделать шаг назад и подумать, делаем ли мы все правильно. Но вот как раз в этом взаимодействии, мне кажется, роль профсоюзов и проявляется. То есть профсоюзы должны с точки зрения ближайших интересов трудящихся взаимодействовать с другими органами диктатуры рабочего класса. Спасибо. Продолжая вот эту тему, что должны, собственно говоря, задачи профсоюзов в переходный период от капитализма к социализму и при социализме, мы должны понимать здесь следующий момент. После завоевания пролетариатом политической власти устанавливается государство диктатуры пролетариата. Но это по-прежнему государство. И хотя Владимир Ильич писал о том, что это не вполне государство, это уже полугосударство, что он начинает отмирать. Но пока страна победившего социализма, где установился государство диктатуры пролетариат, находится в капиталистическом окружении, конечно, об отмирании государства речи быть не может. Потому что государство предназначено в том числе и для защиты от внешней угрозы, и для предотвращения реставрации капитализма. Поэтому полное отмирание государства возможно только в мировом масштабе. Но мы знаем, что любое государство, оно имеет тенденцию отрываться от общества и ставить себя над обществом. В том числе эта болезнь поражает и государство диктатуры пролетариата. И всегда есть эта тенденция, всегда есть этот момент отрицательный. Государство, которое возникает из общества, по сути дела направлено на удовлетворение нужд этого общества. И прежде всего проводит интересы того единственного класса, который остается, класса рабочих. Но это государство, тем не менее, стремится обособиться, стремится оторваться от класса, поставить себя над классом. И мы прекрасно видим на примере нашей страны, к чему в конечном итоге это приводит. Если этой тенденции нет противодействия. И профсоюзы, как массовая организация рабочего класса, наиболее близкая к рабочим, как раз и должна противодействовать этой тенденции, отрыву своего пролетарского государства от пролетариата, от рабочего класса. И когда мы говорим вслед за Владимиром Ильичем о государствении профсоюзов, речь не идет о том, что профсоюзы должны стать частью этой государственной машины и в свою очередь тоже оторваться от класса. А в том, что все государство постепенно должно превращаться в такой большой профсоюз всех трудящихся. Потому что других классов нет. Соответственно, профсоюзы должны быть источником и пополнения государственных кадров, и ротации государственных кадров, и широкого участия рабочих в системе государственного управления путем рабочего контроля, путем шефства над органами государственного управления. Эти формы, мы знаем, они вплоть до середины 30-х годов активно развивались. Потом пошло сворачивание всех этих форм. Но вот это как раз задача профсоюза. То есть не только борьба за насущные интересы, но и борьба за коренные интересы. А коренной интерес рабочего класса – это полное уничтожение класса. Пока остается рабочий класс, ни о каком полном уничтожении классов речи быть не может. Пока есть разница между положениями людьми в производстве, а разница – это прежде всего во времени рабочем, в соотношении рабочего и свободного времени, и в условиях труда. Поэтому здесь речь идет о том, что профсоюзы как раз участвуют в превращении государства в новую сущность, в новую сущность в ассоциацию свободных людей, ассоциацию трудящихся. И в этом задача профсоюза. Они эту задачу не должны упускать. То, что касается отрицательных моментов, ну и партия может быть заражена ревизионизмом, а при капитализме, как говорил Владимир Ильич, ревизионисты всегда проложат путь в капиталистическом обществе. Но, к сожалению, и в социалистическом обществе тоже могут проложить путь. Поэтому профсоюзы должны играть, как Артем Сергеевич говорил, важную роль и в обучении, в том числе, для того, чтобы люди не просто слепо верили партийной верхушке, идеологам партийным, каким бы доверием и авторитетом они не пользовались, но критически относились и стояли твердо сами на позициях марксизма, для того, чтобы снимать лапшу с ушей и не давать себя запутать. Для этого служит и расчет стоимости рабочей силы, потому что, по сути дела, сами по себе эти выкладки, они большого принципиального значения не имеют. Здесь важно то, что люди поняли, что их зарплата должна быть существенно больше, потому что противоположный аргумент со стороны нанимателя, он очень простой. Да, вы хорошо рассчитали, а у меня нет денег все равно. Понимаете, никто против ваших научных аргументов, никакой научной аргументации выдвигать не будет. На той стороне административный ресурс и наличие денег. Поэтому это нужно только для того, чтобы людям объяснить, что зарплата может быть и должна больше. Больше ни для чего. Все остальное – это нюансы. Для того, чтобы люди могли, так сказать, какой-то дополнительный стимул получить для этой борьбы. И перестать, наконец, входить в положение нанимателя бесконечно, так сказать, и помогать ему всячески выкачивать эту прибавочную стоимость. Ну и, наконец, мы должны помнить о том, что большевики и Владимир Ильич Ленин никогда не упускали из вида главное. А главное – это не экономическая борьба. Это не повышение заработной платы, не сокращение рабочего. А главная задача, которая всегда, и центральная линия, которую большевики поддерживались – это завоевание политической власти. Завоевание пролетариатно-политической власти. И вот вокруг этого должна строиться и деятельность партии, и, соответственно, и профсоюзы, тоже в взаимодействии с профсоюзами также должно тоже опираться на те же самые моменты. Потому что даже короткие какие-то взаимодействия при распространении газет говорят о том, что люди не очень сильно откликаются на эти экономические наши выкладки, на предложения о борьбе за повышение заработной платы и так далее. Люди хотят восстановления советской власти. Люди хотят восстановления социализма. Вот над чем мы должны работать и к чему стремиться. Потому что вся экономическая борьба при капитализме, как мы знаем, и Ленин об этом неоднократно писал, она для рабочих может означать только временное улучшение. Потом капиталисты забирают все обратно. И это неизбежно. Без политической победы, стойкого улучшения своей жизни добиться невозможно. И для этого мы работаем и по созданию профсоюзных организаций, и по работе существующих профсоюзных организаций, и коллективные договора, работа над ними, работа над их внедрением. Все это направлено только для одного. Для того, чтобы запустить забастовочную борьбу. Потому что забастовка – это оружие в руках пролетариата. Без забастовок никаких дальнейших движений в завоевании политической власти, в улучшении жизни, конечно, безусловно, не будет. Вся остальная работа – это, по сути дела, только подготовка, чтобы людей подготовить к возможности и проведению забастовочных действий. Ну и здесь я опять-таки хотел подчеркнуть о том, что Ленин выступал против третьюнионистского понимания профсоюзов. Он говорил о том, что все-таки профсоюзы – это не только союзы для продажи товара, рабочая сила, но это, как мы уже говорили, школа коммунизма в том плане, что это школа, подготавливающая людей к борьбе за свою политическую власть. Ну и, наконец, Ленин предупреждал о опасности постепеннощины, так называемой, то есть о том, что политическая борьба якобы вытекает из борьбы экономической. И он неоднократно это подчеркнул. Не вытекает политическая борьба из экономической. Она идет параллельно. Она должна вестись одновременно по всем фронтам. Не только борьба за экономические интересы, но и борьба против политического гнета в целом. Если это не осуществляется, то никакой, если изначально зерна политической борьбы, так сказать, в эту борьбу экономическую, не посеяны, никакого эффекта эта экономическая борьба не даст. Ну и, наконец, то, что касается буржуазии, которая вдруг, если вдруг исчезнет, то все погибнет, и, так сказать, страшная катастрофа. Класс буржуазии на сегодняшний день является классом-паразитом. Она была организатором производства много-много лет назад. Сотни, наверное, да? Сто уже, если не больше. Сейчас организацией производства занимаются наемные менеджеры. Те, которые нанимают буржуазии. Буржуазия снимает сливки, извините. Поэтому это класс-паразит, от исчезновения которого, так сказать, ничего не произойдет. А управлять, да, наемные менеджеры, так же, так сказать, только нанимать их будет, извините, не в буржуазии, а в рабочей классе, в своих интересах. Спасибо. Уважаемый товарищи, вы видите, что настолько интересное было обсуждение, что докладчики решили сделать второй раз доклад. Так много всего было затронуто. Я бы отметил, подводя итоги нашей конференции, что то, что вынесено в название нашей конференции «Ленинский подход», побудило практически всех выступавших еще раз посмотреть на работу Ленина. Я думаю, это очень полезно. Потому что видно, как Ленин об этом пишет, какое это значение придает. Прямо прямосвим чувствую, что это исключительно важно. Организация. И понятно, что, скажем, одно дело читать про профсоюзы, когда идет еще только начало революционной борьбы, хотя уже и то, это был революционный подъем с начала XX века. И уже Владимир Ильич Ленин об этом писал. Ну и когда мы говорим о победившем рабочем классе, и роль профсоюза раскрывается еще полнее. И это, так сказать, отражается на том, как Ильич об этом пишет. Ну вот, я бы тоже уже ответил на вопросы и обратил их еще на это внимание. Вот много обсуждали экономическая и политическая борьба. Я считаю, что не случайно здесь сижу в дни лекарства и борьба Михаила Васильевича Попова. Вы знаете, что Михаил Васильевич Попов, ну вот в теории, это, безусловно, самый выдающийся продолжатель ленинизма в наше время. Ну что, давайте такими вещами говорить. Попович, пусть кто-нибудь и проверник, я бы готов привести аргументы за. Да? И вот здесь прекрасно показана эта связь, что если, о чем Артем Сергеевич очень хорошо сказал, что экономическая борьба широкомасштабно приводит к образованию Стачкова, а Стачкома, объединившись, образует Совет, который есть как раз в линии пролетарской власти. Понятно, что если вот, как Денис Борисович, совершенно правильно говорить, если вот, хоть везде пусть бастуют, хоть на каждом предприятии, и везде будет Стачкома, но если они не объединились Совет, то не будет никакой тогда диктатуры пролетариата. То есть понятно, что есть скачок от экономической борьбы, политическую, но минуя экономическую борьбу с Стачком, которую привела к повсеместному, и по крайней мере, к широкому, к созданию Стачкова на самых крупных предприятиях, мы никакой диктатуры пролетариата не получим. И не будет политической борьбы в этом смысле. А тогда политическая борьба, пока этого нет, сводится к разъяснению, пропаганде, агитации. Это тоже политическая борьба. О политических целях, о политических задачах. И, кстати говоря, это не чисто мазрительная ситуация. Вот 1968 год. Франция. Всеобщая политическая стачка. Вот французы, они все время бастуют. Замечательно, прекрасно. Ну, во-первых, не всеобщая, потому что, конечно, не все доставали. Но очень широкомасштабно. 20 миллионов человек. И что? А ничего. А почему ничего? Потому что вот они уже эту идею о том, что советская власть, это не есть специфически российское явление, а что наша революция дала что-то такое, что неизбежно должно быть повторено во всей Европе. Они это проигнорировали. Ну, как же? Подумаешь, советская власть, подумаешь, Ленин. Это что-то такое маргинальное? И что они получили? А ничего. Ни во что это ушло. Вот экономическая борьба, источные комитеты без политической борьбы, без того, чтобы объединить эту систему советской власти. А почему? Потому что партию разогнела. Они уже выкинули лозунг диктатуру патриарта. Но раз диктатуру патриарта выкинули, зачем тогда им советские формы диктатуры патриарта? Все им неинтересно уже. И вот эта революционная ситуация, этот огромный подъем рабочего класса, который бывает раз в 50-60 лет. Ни к чему не привел. Ни к чему-то привел, конечно. И рабочие деньги сократили, и кое-какие права решили. То есть активность рабочего класса, борющаяся, всегда имеет позитивные результаты. Но вот возможность для восстановления диктатуры патриарта в Афранции была потеряна. Поэтому это большой урок. И Ленин нам прекрасно показал, что вот только переходя от стаичной борьбы к формированию советской власти, как объединение с точком, можно восстановить советскую власть. И весь связывание власти к этому и сходится. Даже проще. Сначала мы создали эту ветвь, а потом отодвинули в буржуазную ветвь. А двоевластий перешли к полновластию совет. Ну, Денис Борисович, вы разъяснили позицию вашу. И я думаю, по содержанию, по существу с вами можно согласиться, что раз профсоюзы – это школа коммунизма, то есть коммунизм общий, в том числе и школа управления, то в перспективе может прийти управление к профсоюзам. Но это такая далекая перспектива. А вначале еще это только школа, потому что не все умеют, меньшинство умеют, не все умеют, не все знают, не все владели делом управления. Поэтому школа управления означает, что участвует в управлении. Совершенно верно. И были производственные совещания, и было рецидарское движение, и были, так сказать, группы о планировании, и было встречное планирование, где работники выдвигали свое предложение. Но ответственность за выполнение этого плана внесли не работники, а те органы, которые это утверждали. Все это было, безусловно. Поэтому давайте все-таки говорить о государствовании. Потому что, как говорим о государствовании, это означает, в рамках диктатуры патриарта. Я напоминаю, что диктатура патриарта – это борьба рабочего класса мирная и насильственная, административная и воспитательная. Так вот, профсоюзы выполняют воспитательную роль, администрируют другие органы. Поэтому переносить в профсоюзы, скажем, метод государственного принуждения, было бы грубейшей ошибкой. Ну, собственно, не об этом говорили как раз. Вы имели в виду, что они воспитательную роль выполняют, и там меры товарищеского воздействия. И даже товарищеские судки есть. Но это не суд, который осуждает, и, значит, и вас отправили в наручники и так далее. Ну, это моральное воздействие. Что ж ты товарищ нас подвел? Да, это очень суровая штука. Но не насильственная, а воспитательная штука. И все-таки в этом смысле профсоюзы воспитательную роль. Поэтому, конечно, об государствовании профсоюзов вот так впрямую вставить вопрос нельзя. И впрямую его ставил именно Тровский, об ошибках которого Лейн написал в своей знаменитой работе. Что касается, вот, что же делают тогда профсоюзы? Не возьмут ли они себя управление? Антон Сергеевич, вот непосредственно они не возьмут. Есть хозяйственные органы, профсоюзы входят во все хозяйственные органы для того, чтобы держать руку на поясе, чтобы, наверное, контролировать. Но это функции контроля. Вы хозяйствуете, мы вас поправим. Если что, вы не туда пошли. Обратились в вышестоящий орган, партийные органы, и вас найдут у права на вас с хозяйственниками, которые делают ошибки. Но непосредственно профсоюзы не могли принимать инистративные решения. Потому что, если они их принимают, тогда они отвечают тоже перед государством. Непосредственно. Это не надо. Это тогда государственные профсоюзы. Ну и что же тогда делало профсоюзы? Вот мы знаем, что главная задача профсоюзов в условиях капитализма, и вот, простите, значит, Кирилл Леонидович очень хорошо это разгоняющиеся в этапе. Там надо стачковать. То есть бороться с тем, кто у власти. А какой метод борьбы главных вопросов в условиях перехода к коммунизму и в условиях построенного коммунизма? Социалистическое соревнование. Я еще раз говорю, что это соревнование не только за то, чтобы больше произвести, а за то, чтобы лучше организовать дело. Значит, кого-то убрать. И Леонид говорил, что нам надо развиваться соревнования по части организаторских талантов. То есть, в этом смысле работники тоже соревнуются, оставаясь рабочими. Вот в виде рабочего контроля, да, значит, в виде контроля за своими директорами, в виде того, что они вносят свои предложения, а если эти предложения игнорируются, они добиваются снятия с постов этих людей. Обязательно. И вот этот, если это массово развернется, бюрократам делать будет нечего. Они уже будут забитые такие, да. Тем более, что задача профсоюза, и организовать, кто организовал шефские бригады? Профсоюзы. Они же находили людей, они знали, что я отправляли их, так сказать, чистить эти аппараты. И задача профсоюзов организовать социалистическое совместительство. Опять, набираем людей, так сказать, талантливых, способных к этому делу, уже подготовленных, которые часть времени работают у станка, а часть времени выполняют административную работу уже. Это же вот уничтожение класса, прямое. Уничтожение, о чем здесь говорили, уничтожение различных классов, различий между людьми управленческого труда и исполнительского труда. Это все профсоюзом предстоит. То есть они, не становясь прямо государственными органами, тем не менее, выполняют важнейшую роль в системе диктатуры и патриотов. Действительно, они в системе, но они относятся к государственному аппарату непосредственно. Значит, Анатолий Николаевич, вот вы все время за бебель выступаете. Бебель, конечно, это голова. Кто? Вы. И бебель. Вы выступаете за бебель. Нет, я за бебель выступаю. Вы выступили, уже ко мне обращались, я вам теперь отвечаю. Это же иначе будет бесконечный перепал. А у нас с вами все организовано. Я хотел прияснить. Дело в том, что у нас все забывают. Я могу напомнить Вильгельма Ливнихта, его пауки, мухи, и, между прочим, никаких компромиссов. И почему-то все только цитируем Маркса. Хорошо. И полагаем, что только Маркс массивно сбивал. А вот, да. А у Вильгельма Ливнихта есть работа, никаких компромиссов. Хорошо. И пауки, мухи. Это, кстати, очень для любой партии левоток. Анатолий Николаевич, но вы же дисциплинированный человек. Вы выступили, и теперь вот заключительные слова. У меня такая привилегия. А я вот использую свое право. Быть президентом. Не очень нападать. Так вот, я на Бебеля все-таки. Я не на вас, я на Бебеля нападаю. Вот Бебель прославился тем, что держал по спудам письмо Энгельса с критикой, значит, представления о народном государстве. И этим нанес, этим нанес большой счет марксизму. Я продолжаю считать, что Маркс выше Бебеля в развитии марксизма. Вот и нормальная позиция. Ну вот. Значит, у нас с вами нет спора. Значит, приводные ремни. Я думаю, что в Единой России можно приводные ремни убрать одним образом. Давайте свои ремни строить, и тогда они уйдут, эти ремни. И причем они уйдут не вот в повседневной практике, что вот мы будем голосовать. Мы знаем, что значит, когда идет рутинная жизнь, голосуют, будут голосовать. Из-за Единой России, больше не сейчас в своем, потому что буржуазные идеологии предполагают. Но эволюционные дни, эволюционные моменты пойдут за передовиками рабочими. И вот давайте этим заниматься. И тогда у нас будут эти приводные ремни. Уважаемые товарищи, ну и вот еще. Опять-таки, нас сослали к опыту американского, и даже латиноамериканского, что-нибудь от бандитов. Это, конечно, интересно. Но он, видно, больше подходит в Лансинской Америке. А вот российский опыт связал в том, что рабочие коллективы создавали рабочие дружины. У нас насорные были. Да вообще, на кругу предприятия всяком всем уважающим, которые из тачки организовывали все грабли рабочие дружины. Но это были не бандиты. Вот я думаю, пусть они там свой опыт применяют, а у нас давайте развивать наш опыт, когда дело дойдет до дела и когда нужно. А организовать забастовку. Там тоже можно создавать, необходимо создавать рабочие дружины, то есть те, кто будет хранить порядок. Вот, наверное, мы все эти основные вопросы раскрыли. Уважаемые товарищи, есть предложение всегда. Предлагает. Да, это РКР, извините. Так, значит. Значит, у нас есть проект рекомендации. Но вот удивительным образом всегда рекомендации отражает уход обсуждения. Такое бывает. Есть предложение, поэтому посмотреть и нам принять. Я понимаю, что всегда можно сделать лучше. А, можно ли засчитать? Совершенно верно. Засчитаю чуть. Да. Ну и посмотреть. Если есть возможность принять основу, значит принять. А если нет, то не будем принимать и будем считать, что конференция не состояла. Рекомендация международной и научно-практической конференции ленецкий подход к развитию профсоюзов. Почему у нас международная? Потому что имеет международное значение то, о чем мы говорим с вами. Да, совершенно верно. Конференция отмечает, что во многом благодаря Владимиру Ленину профсоюзное движение России развелось от зачатков классового объединения до наиболее массовой организации рабочего класса в системе советской власти, как организационные формы диктатуры пролетариатов. Объединившись, профсоюзы, руководимые Ленинской партией, миллионы российских рабочих включились в общую борьбу за коренные интересы рабочего класса, проходя тем самым школу коммунизма. Освоение ленинизма и опыта его применения в практике профсоюзного движения объективная необходимость для прогресса современных профсоюзов. Игнорирование ленинского подхода ведет к деградации профсоюзов, к падению численности их членов, к отрыву профсоюзной верхушки от интересов работников и переходу на сторону работодателей и их политических партий. В целях развития профсоюзов конференция рекомендует работникам активно участвовать в профсоюзной жизни, добиваться, чтобы большинство в профсоюзных органах составляли настоящие представители работников, совмещающие профсоюзную работу с производственной. При ведении коллективных переговоров оформлять доверенность на представительство своих интересов той профсоюзной организации, которая подготовила проект объективного договора, отвечающий интересам работников, в том числе предусматривающие сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения зарплаты. Проявлять стойкость и сплоченность в проведении забастовочной борьбы за осуществление своих интересов. Членам выборных профсоюзных органов уделять основное внимание в своей профсоюзной работе подготовки и организации коллективных действий за принятие выгодного работника коллективного договора, обращаться за советом в создании и развитии профсоюзной организации к тем профсоюзам, которые добились успеха в осуществлении интересов работников, к общественному объединению Рабочая партия России, содействующему развитию профсоюзных организаций, организовывать делегирование представителей своих организаций на Российский Комитет рабочих, постоянно действующий семинар по рабочему движению Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзных в России, в рамках которого систематически рассматривается реализация профсоюзной программы задачи коллективных действий, проходить обучение в Красном Университете Фонда Рабочей Академии. Приходит время нового подъема профсоюзного движения в России. Вот такой проект. Дмитрий Михайлович, снова можно принять. У меня предложение просто обращаться за советом создания и развития, за советами. Все-таки это многократное действие такое должно быть. А это закрываться надо... Да это редакционная правка, там есть совещание. Совершенно справедливо. Это редакционно можно... Значит, не будет выложений, если я добавлю еще одно и. Текст. Куда? За советами обращаться. Ну, хорошо. Дайте за основу принять. Значит, есть предложение принять за основу. Прошу проголосовать. Кто за? Спасибо. Против. Выдержался. Нет. Единогласно. Уважаемый товарищ, я вас поздравляю с завершением нашей конференции. Вы знаете, что все, что здесь прозвучало, будет представлено в наших средствах массовой информации в интернете, прежде всего. Я еще раз хочу поблагодарить всех людей, которые эту работу выполняют, потому что тем самым мы даем возможность ознакомиться с нашей работой в значительно более широком кругу ЛИС, чем присутствует здесь. И это очень важно в современных условиях. Это первое. Второе. Обязательно будет материал опубликован в виде сборника. Но он, конечно, не сразу выйдет, потому что большая работа за этим стоит. Ну и отражена эта работа также в очередном выпуске «Народные правды». Так что все, что здесь прозвучало, это будет интересно и это будет полезно для всех желающих. О желающих я хочу сказать, что ознакомиться с работой нашей конференции и российского комитета работы, который будет завтра, становится все больше и больше. Спасибо за работу. Я от лица организационного комитета приглашаю вас принять участие в следующей конференции ровно через год. Ну, не ровно, а так, в октябре 2020 года. О теме нашей конференции будет сообщено дополнительно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok